Легкое общение, простое, без пафоса. Мне очень доверяют мои подписчики. У меня подписаны голливудские звезды. Я даже об этом не знала. А ты когда уезжаешь на туры блогерские, муж сильно ругает? Куда? Говорю, Дубай, ты не поедешь. Свадьба у нас была шикарная. Сейчас я ему говорю, что я хочу повторить. Я говорю, ничего не знаю. Мы должны повторить с тобой свадьбу. К психологу не ходишь? Откуда вы знаете? Я про тебя много чего знаю. Потерялась в этой жизни. Слушай, ты можешь спокойно быть визажистом. Идеальная кожа, просто. Откровенный макияж с Натальей Шик. Всем привет! Я сегодня не накрашена, а это значит, ваше любимое шоу. Откровенный макияж. И у меня сегодня действительно очень уникальный гость, потому что сегодня не визажист, но самый известный бьюти-блогер на просторах России и не только уже. Я приветствую! Яна Пелецкая! Всем привет! Очень рада. Очень рада приглашению. Я знаю, что ты очень переживаешь. Это правда. Но я почему-то смотрела на твои образы и точно была уверена, что ты в прошлом визажист. Нет, в прошлом я не визажист, но в прошлом я мастер-лэшмейкер. Я почти пять лет наращивала ресницы и потом плавно перешла в блогинг. И как-то все само собой. Мы сейчас об этом поговорим, да? Думаю, что да. Я накрасила только себя и свою сестру. Я буду вторая девушка в ее жизни. И это очень-очень ответственно. А у нас будет курс визажиста. Я буду тебе подсказывать. Я в прошлом визажист. Я буду тебе говорить, что нужно брать. Так, окей. Но ты и сама знаешь, потому что ты обманываешь, что не понимаешь макияжа ничего. Ты такие рилсы снимаешь, такие макияжи делаешь, что визажистам бы позавидовать. Ну, это, наверное, я просто... У меня сейчас такое переживание и ответственность, потому что передо мной сидит известный визажист очень. Ну, это в прошлом уже. Но тем не менее, но тем не менее, косметика прекрасная ваша. Это просто любовь, это правда. Спасибо. Все ее любят, все ее пользуются. Ну, я очень люблю твои рилсы. Я смотрю твою страничку, я про тебя много чего знаю. Я поспрашиваю сегодня тебя. Мне очень будет... Вернее, даже не мне, а нам будет очень интересен твой опыт взаимодействия с брендами, раскрутки своего личного бренда. И я хочу об этом сегодня много поговорить. Начнем? Поговорим. Да, поговорим. Я начну подготовку кожи. Вот это я сейчас как визажист буду говорить. Начну я с праймера. Это, кстати, наша новинка. У нас был бежевый, а это сейчас розовый. И он для дам. Ну, не надо, не надо. Тут вот такому лицу и такой дам еще можно позавидовать. Да, он освежает очень. Убирает серый подтон. Так, ну, в общем, начинаем красоту наводить с помощью праймера. Скажи, пожалуйста, как так можно было за два года собрать аудиторию полмиллиона? Ой. Вот как вообще? Что за феномен? Ты начинала вести вот эту личную страничку, не рабочую, не лэшмейкер. У тебя было три тысячи подписчиков еще в пандемии. Правильно? Откуда вы знаете? Я готовлюсь вообще-то. Ну да, на самом деле до пандемии, до того, как я начала блог вести, у меня было даже не три, мне кажется, две с половиной тысячи подписчиков. Это было в основном все мои знакомые. И был какой-то период, когда я вообще, в принципе, пропала из соцсетей. Я просто много работала, был очень в жизни сложный этап, сложный период. И я не транслировала даже свою просто какие-то свои личные, свою личную жизнь, любые поездки, ничего, нигде. То есть я, по-моему, года два вообще не заходила в Инстаграм. А ты замужем была? У тебя была семья? Да, да, да. Я замужем шесть лет. Ого. А вообще вместе мы десять лет, да. Такой он, конечно, приятный, мягкий. Да. Этот праймер вообще. Очень. Прям кисточка. И он очень комфортно дает потом возможность наносить тон. Тон красиво лежит. У тебя было две тысячи с половиной, и ты вдруг решила, что тебе нужно... Нет, я не решила. Я так и работала мастером по наращиванию ресниц. И, честно говоря, я была уверена... Это же титамический труд. Я просто училась и пару наращиваний делала. Ну, не пару, побольше. И я поняла, что я просто не могу физически... Это, я считаю, женщин, которые, девушек, которые делают наращивание героинями. Я тоже, честно. И пять лет я на это потратила. Я убила свою спину, свое зрение. Ты же даже салончик, да, какой-то открыла свой? Ничего себе, откуда вы все знаете? Да, да, это правда. Я открывала, я начала преподавать. То есть, честно говоря, я вообще была убеждена, что это мое направление в жизни. И я буду бизнес-вумен с пару-тройка салонов. Самое ужасное, наверное, когда ты начинаешь делать свою работу не в удовольствии. Тебе прям больно это говорить, да? Да, я просто сейчас, что я делаю, я этим живу. Я это делаю не ради денег абсолютно. Я это понимаю, я это осознаю. То есть, я кайфую от процесса. А тогда пришел период, когда... Ну, нет, я даже буду до конца честной, что не то, чтобы пришел период. Я изначально, в принципе, ресницы начала наращивать не потому, что мне так это нравилось, но потому, что это правда очень сложно. Это очень сложно по 2-3 часа сидеть над человеком. А почему ты решила в бьюти вообще пойти? Да я с 14 лет как-то, даже, мне кажется, раньше любила я все это дело. Дело в том, что ресницы я начала наращивать, тогда это не так было популярно. То есть, тогда это только начиналось, и это было интересно. И казалось, что я достигну, ну, буду одной из лучших. Вот так можно сказать. То есть, кто-то уходил в визаж. Я не хотела, я сразу не хотела в визаж уходить. Мне вот было интересно ресницы. Плюс по стоимости, ну, я не буду, да, как бы луговить. Ты дорого стоила, да? Я не то, чтобы дорого стоила, я понимала, что я могу на этом хорошо заработать. В своем городке, где я жила, никто этим не занимался. Я понимала, что я могу, как бы, добиться в этой области хороших результатов. Но, когда ты начинаешь это делать 1-2 раза в день, это круто. Но, когда ты начинаешь это, у тебя входит как робот, когда ты делаешь по 5 раз в день, это все, это превращается в рутину, и ты выгораешь. За 5 лет я очень сильно выгорела. Ну, ты, вот смотри, ты сначала работала в салоне в каком-то, да? Да. Потом ты поняла, что... Нет, изначально я дома принимала у себя в своем маленьком городке, и я была уверена, что я когда-нибудь открою салон. Ну, собственно, когда я переехала уже в Москву, то у нас случилась не очень приятная ситуация в жизни с мужем. После высокого взлета случилось очень... У мужа. Да, очень серьезное падение. И пришлось очень много работать, мне в том числе. И я пошла, я ничего, никого не знала, я пошла работать в салон. И это был ад. Потому что все мы знаем, какое соотношение в салоне, сколько выплачивают. Я получала сущие копейки, но и принимала огромное количество людей в день. Ну, как копейки, это сейчас очень тоже будет грубо сказано, потому что для меня и те деньги были... Нужны тогда. Нужны, да, очень сильно. И я даже, я по сей день как бы, я зарабатываю хорошо, но я считаю, что это тоже были деньги, которые мне дали хороший старт. Потом я решила, что мне нужно двигаться дальше, хватит на кого-то работать, нужно с вами на себя работать. И сколько ты так лет проработала или месяцев? Нет, я буквально, мне кажется, год проработала на салон, может, даже месяцев девять. Набрала клиентскую базу, да? Кстати, нет. Я в этом плане очень честная. Я так не делала, потому что я всегда представляла себя на месте работодателя. Вот у меня салон, ко мне приходят девочки работать, я им привожу клиентов. Почему я должна их забирать? Это неправильно. И я ушла ни с чем. Но тогда мне муж помог, он говорит так. Муж уже встал, да? Все, мы уже немного оклемались. Отпустила? Оклемались, да, мы немного оклемались. Он мне помог, говорит, нужно тебе самостоятельно искать кабинет. Я нашла кабинет. Было сложно, было страшно, как найти клиентов? Я Инстаграм, тогда страничку рабочую, да. У меня назывался, даже у меня был бренд свой, его разрабатывала моя подруга-дизайнер, Лэшрум. То есть я там, у меня там не логотипы, и все. Конечно, мое лицо было на логотипах, чтобы этого не было. Я сняла кабинет, небольшой в салоне, то есть не своя студия была. Я тоже первый свой а-ля салон, ну, первое свое место, я тоже сняла кабинет в салоне. 10 квадрат, 15. Да, то есть вообще комнатушечка маленькая была, да. Но мне было уже важно, что это мое. Вот я сама себе хозяйка, клиентов нету. Я начинаю Инстаграм, но меня страховал по финансам муж в этот момент. Как все случилось? Это просто удивительно все-таки. Ваш клиент вас найдет везде. Меня люди, которые приходили ко мне в салон, начали находить просто в интернете. Набирали, наверное, ресницы? Ну, просто, видимо, ресницы набирали, да, территориально, потому что я не переезжала никуда. И все. И начали приходить ко мне эти же люди. Старенькие, да? Старенькие, да. И пошло, вот пошло, поехало. Как у нас говорят, серфанное радио. Много работало, да? Да, я работала очень много. Я брала по 5-6 клиентов каждый день. Это для ресниц, это очень много. Я очень быстрым была лэшмейкером. Но в этом-то и уникальность. Я делала за полтора-два часа, при том, что я делала очень достойно, в плане не докопаться. Я не люблю себя хвалить, но если говорить про ресницы, я действительно, можно еще так вот, я действительно очень, очень была хорошим мастером. А как ты поняла, что пора преподавать? Мне начали просить об этом. Просить, да? Те же клиенты ко мне, когда приходили, кто-то хотел сменить профессию, все думали. Понимаете, самый прикол в том, что все думают, что это легко. Ты сидишь, у тебя монотонная работа, ты просто наращиваешь вот таким вот образом ресницы и зарабатываешь деньги. И люди думают, ну окей, она просто сидит в тепле, в уюте, а я хожу там. И свои 5 тысяч заработала в день. Ну там больше. Даже больше зарабатывала, да. И как бы, конечно, но никто не давал себе отчет, как это сложно. Прошел кабинет, потом я решила развиваться. Я сняла уже себе отдельный кабинет, и потом я психанула, и решила, что нужно небольшую студию открывать, самостоятельно набирать мастеров. И вот это, наверное, все перечеркнуло. Для меня это все очень сложно. То есть бизнес, бьюти, это не твое, да? Делать услугу это одно, а уже руководить... Это совсем другое. Я поняла, что я вообще не могу, это не мое. Слушай, ты можешь спокойно быть визажистом. Идеальная кожа, просто. Так это у вас просто кожа идеальная. Ну, конечно. В 44 года эта кожа идеальная. В 44? В 44. Никогда не поверю. Но очень красиво выглядите, хорошо. Спасибо. Как нужно принять решение, что ты уже переходишь в другую стадию? Что ты... Вот как отказаться, и как не стыдно отказаться вот от бьюти-бизнеса, да? Вот ты сделала студию, поняла, но не пошло у тебя. Как от этого отказаться? Нет, у меня-то пошло как раз. У меня людей стало еще больше. Я начала еще больше развивать Инстаграм. То есть у меня прям было все хорошо. Я взяла девочку, которая начала работать на меня. Но я поняла, что вот моя большая проблема, это не проблема ни людей, ни сотрудников. Это моя проблема. Я не умею делегировать свою какую-то работу на других. Я гиперответственная. Я все должна контролировать. Ты сейчас все сама делаешь? Съемки. Да. И даже отвечаю всем сама. Я должна проконтролировать все. И это моя проблема. Это с этим нужно бороться, чтобы... К психологу не ходишь? Нет, но я хочу, кстати. У меня есть друг психолог, но он мне говорит, что... К другу не надо. К другу нельзя. И получается, что я прям контролировала. Не то, что контролировала. Если моя сотрудница где-то что-то напортачила, все, это... У меня чуть ли не истерика, но не в плане, я не конфликтная, ничего. В плане я очень переживаю. И это происходит до таких моментов, что у меня давление может подняться. То есть я очень переживаю, да. Не зря я сегодня переживала, когда к вам приехала. Она так переживала вообще. Она говорит, а давайте вы меня будете красить. А я вообще не хочу красить. Ну, конечно, потому что вы визажист крутой. А я бьюти-блогер. Но зато мы сегодня с тобой будем делать бьюти-блогерский макияж. Да, да, да. Интересный формат. Я надеюсь, меня судить строго не будут за мою технику нанесения. Я все-таки крашу. У меня нет хейта, поэтому давайте не начинайте. Давайте не начинайте. Нет, не будет. У меня тоже очень такая лояльная аудитория. Ну, там бывает, конечно. Ну, у всех это бывает. Так вот, и я, получается, любой косяк я исправляла сама. То есть мне было проще, конечно. То есть если клиент чем-то недоволен, я вот это вот все. Вот, и получается, что я понимала, что я так больше не могу и не хочу. Это не моя жизнь. И дошло до того, что были, то есть у мастеров, у всех наверняка, все мастера сейчас подтвердят, декабрь месяц, это же... Да. Ну, и как бы, в принципе, у блогеров тоже, да вообще, декабрь месяц, это всегда такая история. И ресницы мы наращивали две недели до Нового года просто нон-стоп. Да. У меня тоже в салоне так же, девочки просто. Мне казалось, что это все. То есть выходишь, вот такая вот скрученная. У меня кабинет лэшмейкера, рядом с кабинетом массажиста. И они дружат. И я иногда вижу, что так не подходит. Да, да, да. Потому что, ну, это невозможно. Поймут только те, кто это прошел. Я прошла, я это точно понимаю. Потому что, это не... Вот я сейчас стою, мне комфортно, мне нормально. Но там нужно вот так сидеть. И там спина просто скрюченная. Знак вопроса. У меня муж потом так вот сзади дома по спине немножко раз. Ну да. Потому что я вот уже превращалась вот в это вот все, вот эту вот всю историю. Это закрыло в пандемии? И получается, были новогодние праздники. И я поняла, что пришел просто момент, когда я расплакалась. Я просто села мужу, расплакалась. Вот закончился этот период новогодних праздников. И я понимаю, что я не хочу никуда ехать. То есть я живу не своей жизнью. Я как помню, я сижу в зале на диване, он подходит и говорит, что такое? А я рыдаю. И вот прям на взрыд, вот просто эмоции. Я даже сейчас это вспоминаю, у меня такие мурашки по коже. Потому что усталость вот этого. Он говорит, что? Я говорю, я не... Он говорит, ты же мечтала, мы же хотели, ты же студию, ты же это все... Я говорю, ты же это все хотела. Я говорю, я живу не своей жизнью, это не моя жизнь, я так больше не могу. И я поняла, что я просто больше так не хочу. Он тебя поддержал? Да, конечно, он меня поддержал. Я еще помню, я говорю, он говорит, что? Я потерялась. Он говорит, где? В жизни. Я говорю, и вот он до сих пор смеется, говорит, потеряшка. Я потерялась в этой жизни. Я говорю, мне нужно... А что менять? У меня даже не было мысли о блогере, о блогерстве вообще. А ты сама вела тот инстаграм? Тебе нравилось вести инстаграм? Да, да, да. Ну, я не понимала, как его вести. Ну, то есть я делала все интуитивно. Ничего, никакие курсы по развитию, я ничего не брала. Я просто делала все интуитивно. На дворе ты закрыла сам. Нет. И получается, вот, а выходить-то надо, у меня еще аренда, ну, ответственность какая-никакая. И не хватало сил и воли самой это все закончить. Вот так это, да. Не хватало, как будто было жалко, вложены в денег и всего. Да, сил даже не больше. Да, да, да. И я понимала, что, ну, меня очень любят вот там вот, я понимала, что, ну, мне дадут знак, когда это нужно все прекратить. Кто мог бы подумать, что в марте такая ситуация у нас случится, пандемия, нас закрывают дома. И, соответственно, я перестаю работать. Ну, то есть этот период закрывается все, и я не принимаю, разумеется, никого, мы сидим все дома. И я так кайфанула. Я думала, боже, как круто не работать, это же так классно. Но у меня случилась история, что за аренду мне сказали платить. Так нельзя себя вести. Я говорю, мы же все страдаем, весь мир страдает, поэтому, ну, это нечестно. А я не должен страдать. И получается, что я так как бы подумала, что это очень много денег. Долго я не решалась, на самом-то деле, закрывать даже в пандемию. Когда закрывают. Да. И потом подумала, ладно, если что, я буду пока дома принимать, пока не найду другое место. То есть у меня даже такие мысли были. У меня муж помог, говорит, все, закрываем. Он мне сразу... Все. Быстро. Быстро заряжается. А у него бизнес или он... Да, он у него бизнес. Ну, бизнесмен и так быстро принимают решения. А я нюня. Вот. А кто ты по гороскопу? Я козерог. Козерог, но... Козерог не может быть нюней. Нет, я нюня только с мужем. А, потому что девочка. Да, то есть вот он посмотрит этот выпуск, скажет, лиса. Лиса манипулирует мной. Муж сказал, закрываемся. И когда ты закрылась? Летом? Не то, чтобы муж сказал, мы все как-то, все вместе принялось решение. Нет, это был март или апрель. То есть вот прям... То есть будет что-то? Ну, ты не знаешь... Общите человек, который... Ну, вы наверняка понимаете, когда ты работаешь нон-стоп, и когда тебя закрывают, и ты ничего не делаешь, ну, я не понимала как-то. Я работаю с 14 лет, поэтому для меня это дикость. И ты открыла тикток? Да, я зарегистрировалась в тикток, но я не собиралась ничего постить. При том, что мне муж... Когда тикток у нас появился, года два, ну, до пандемии, еще очень давно. как я, она красивая. Посмотри в кадр. Просто волшебно. Спасибо большое, но я не очень, это стесняюсь я чуть-чуть. Да, и я, получается, зарегистрировалась, все, при том говорю, что муж мне, как только тикток появился, вот чувствовал человек, слушай, мужика. Да, он мне говорит, такая прикольная соцсеть появилась. Я говорю, какая? Ну, и он мне, значит, показывает. Говорю, ну, что-то какой-то дурализм. Я говорю, они там все прыгают, скачут, я говорю, что, это вообще не полезно как-то. Я, в общем, начала пытаться что-то там танцевать, поняла, что нет. Интересно, нет? Да, тикток же начинался с танца. Начиналось все с этого, да. И получается, что в пандемии я просто начала смотреть, появилось огромное количество там звезд, медийных личностей. И, кстати, эксперты появились, да? И появились вот, появились эксперты, появились люди, которые показывали не только танцы-шмансы, а реально, которые давали пользу. Да. Я про пользу. Поэтому я, конечно, думаю, ладно, попробую. И что первое я сняла? Я сняла макияж губ. Макияж губ. Ну, то есть, есть понятие макияж губ? Да. Макияж губ. Я даже без лица сняла, получается, зону, как я крашу губы по своей технике, там, ромбиками, лайфхаки свои. И у меня это первое видео выстреливает на 2,5 миллиона. Первое? Самое первое? Да. Я такая, ну, прикольно. А получается, меня же не видно, там, лица не видно. И я следующее видео уже с лицом выкладываю. И людям, ну, как бы стало интересно, все такие пишут, как бы там комплименты делают. Мне так приятно. Я думаю, интересно. Так оно все и пошло-поехало. Я начала набирать аудиторию, и аудитория... А как ты придумывала... Я не знаю. Вот это по сей день пишут мне эти вопросы в комментариях. Я не знаю, как я это придумываю. Вот правда. Я никогда не сажусь, не пишу сценарий, никогда. Я просто включаю и начинаю снимать. И в процессе я все придумываю, придумываю. Вот как-то так оно все происходит. А в день сколько снимаешь роликов? Сейчас я снимаю один ролик в день по причине того, что я купила профессиональное оборудование, камеру. Соответственно, на профессиональную камеру это намного сложнее, съемка дольше. Лучше контента? Ну, мне больше, конечно, нравится. При том, что я была противница вообще камеры, я считала, что зачем это нам надо? А потом ты завела инстаграм. Нет. И значит, вот тикток начал, у меня там, по-моему, 10 тысяч уже подписчиков появилась. Я уже считала себя блогером. 10 тысяч подписчиков. Ну, в тиктоке, ну это для девочки из какого-то маленького города, это вообще очень-очень круто. И получается, я такая думаю, ладно, и инстаграм я начала просто с старый инстаграм, который у меня забитый там был, два года не вела. Я его просто начала реанимировать. Да, просто начала выкладывать фотографии. В инстаграме тогда не было рилсов, не было видео, тогда расти было невозможно. Мы же не можем пить так? Можем. А можем? Да. А, мы все можем. Мы вообще все можем. А вы? А я 10 месяцев на сухом. Ну, первое время, я же понимала, что это процесс, я наливала в красивый бокал воду минеральную, чтобы пузырики были. А-а-а. И пила. И просто кайфовала от процесса. да. Я поняла, что мне вообще не нужен алкоголь, а мне нужен процесс. А потом я перешла на чай, и я начала фанатеть просто по чайным парам. Я покупаю дорогущий фарфор, какой-то иногда коллекционный. Я наливаю чай и пью, и вот, короче, я от этого. И вот уже от этого, от этого процесса. Да, я поняла, что алкоголь многим не нужен, нужна вот эта вот причастность. Да, Но я редко. А сейчас нужен алкоголь, чтобы расслабиться. А сейчас должно расслабиться. В инстаграме не было жирилсов, ничего. И мы фотографии выкладывали, но у меня и фотографии начали ну как-то набирать органически, то есть люди, которые начали писать. Ну, людям из тиктока стало интересно, кто ты, потому что в инстаграме как бы понятнее, да, кто ты. Да, да, да. И переходят в инстаграм. И тогда, тогда мы росли с помощью таргета. Да. И ты делала, да? Да, 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 я делала это. И так мы и росли. А потом появились... Мы с мужем. Ну, в смысле, нет, нет, я. В смысле мы. Я думала, он участие принимает. Нет, у меня муж только говорит, что звезда. Все. Но он поддерживает. Да, он поддерживает, он знает, как для меня это важно. И ты целый год, когда закрыли тикток в России, ничего туда не выкладывала, да? Я ничего не выкладывала, да. Ну, получается, за вот этот период я в тиктоке набрала миллион сто тысяч или миллион двести. Очень много. Там за год практически получилось. Да, да. То есть у меня очень произошел отличный хороший рост. Ну, правда, у меня очень хорошая аудитория. И люди любят меня и очень относятся ко мне хорошо. Я говорю, у меня практически, практически не было хейта. Ну, да, мне писали что-то по поводу там сделанное, переделанное, потому что... А что делала? Губы только я делала. А так я ничего. Переделана. Но я и не скрываю, что я делала губы. Переделана. Потому что это очевидно. А так? А так нет. Ну, конечно, найдется человек, кто напишет что-то. Но мои хорошие. Мои хорошие девочки. У меня правда хорошая аудитория. Фу-фу-фу-фу. Что мне это... А я твое видео, когда ты врезаешься, пересмотрела сотню раз просто. Потому что я такая же. Это у нас был пресс-тур. Да, это у нас был пресс-тур. И, кстати, это видео тиражировали огромное количество пабликов, всяких этих смешных, мемных. Там такое количество хейта. Я в шоке. То есть под моим видео не было ничего. Меня все смеялись и говорили, какая я прикольная, что я не постеснялась это выложить. А там, то есть там что вот там вот такие вот всегда ну вообще понятно. Ну то есть типа я такая вся из себя телочка. Ну понятное дело, что вот так тебе и надо. Многие пишут, что это все я специально сделала. Ну видит бог, как это происходило. Ну в процессе съемки у нас девичник, все это так происходит. И просто... Ну это очень смешное видео. Потому что я понимаю, я себя там увидела, я вечно куда-нибудь встукиваюсь. В угол куда-нибудь или еще. Я просто хотела эффектно очень. Да, я поняла. Там и было, ты такая идешь роскошная. Честно признаться, если вернуться к вопросу ресницам, я еще наращивала ресницы год, как я была блогером. Ну потому что у тебя же были твои же клиенты которые, ну пожалуйста. Да. Я еще, знаешь, иногда крашу на секундочку. Да, то есть... И иногда некоторым делаю брови раз в год. Очень сложно. Ты уже с клиентами в более близких отношениях как друг. Скажи, а как ты сделала первые свои коллаборации с брендами? Как вот стать вдруг невзначай за год известным бьюти-блогером, а потом еще и амбассадором таких крутых брендов? Ты амбассадор Равента. Да, я была амбассадором Равента. И самое интересное, что они мне предложили, когда у меня было тысяч сорок подписчиков. То есть я была маленькая. Ну как маленькая? Нельзя обесценивать сейчас других блогеров с такой аудиторией. Это не маленькая ни в коем случае. Это уже... Представляете, сорок тысяч людей на тебя подписано. Даже две тысячи представляют. Я представляю, что они будут стоять. Это огромное количество людей. Просто, конечно, если мы меряем с миллионниками, то это небольшое количество. Ну, у тебя же эта аудитория была живая, настоящая, потому что ты вот только-только... Да, все живая аудитория. И как они вышли на меня, я тогда не облорился еще. Я просто снимала видео и просто видео выкладывала. И я сняла тогда видео на их плойку, сама которую купила. Они увидели это видео и поблагодарили меня за то. Я не отмечала их ничего. А, да, не отмечено даже. Нет. Средя, да. Просто, видимо, попалось это видео, и все. Они мне написали, что мы бы хотели с вами поработать, предложить вам продукт. Попробовать. Мне стало очень приятно. И тебе прислали как мартер, да? Да, нет. Заплатно? Нет, но они мне... Мы начали обсуждать, или первые... Честно, я сейчас не буду врать, но первое было... Они мне просто поблагодарили, сказали, что мы можем с вами поработать. Я говорю, да, конечно. И первые интеграции у нас точно были не... Не коммерческие, да? Нет, речи не было об амбассадорстве. Мы просто работали. Нет, они мне, по-моему, уже мы работали за деньги. Вот. Я не могу сказать, а амбассадорство они мне, по-моему, через пару месяцев предложили. Все, я прыгала, потому что было очень приятно. Ну ты идеально подходишь, у тебя красивые волосы. Ну, признаться честно, со мной очень многие хотели работать по волосам из брендов. Правда, очень многие. Но тебе не давала контракт с... Нет, а я еще и выбирала. Я еще и выбирала, да. Я очень люблю, когда работают... Легкое общение, простое, без пафоса. Я очень ценю таких людей. И я с менеджерами, со всеми люблю общаться такими. Потому что, может быть, я тоже такой открытый человек. Мне это очень важно. Талия, посмотрите, пожалуйста, в брови. Все идеально. Я уже даже не могу за тобой следить. Все хорошо. А как на тебя начали выходить бренды косметики? Вот у тебя сейчас очень много рекламы. Она, безусловно, красиво снята, она выглядит, как полезный контент. Но рекламы очень много. Очень много я отмечаю самостоятельно. Это не реклама, которая как-то оплачивается и так далее. Мне очень доверяют мои подписчики, моя аудитория. Мне очень это льстит, и мне очень приятно. И у меня за это такая ответственность. То, что мне доверяют, и я не буду показывать то, что мне не нравится. И очень многое в силу того, что мы же тоже с брендом Шик дружим. Это не реклама. Вы мне что-то присылаете с пиар-рассылки. Я это показываю, это демонстрирую. Но это не реклама. Но я отмечаю, потому что, ну как, вот я не могу не отметить. Ну вы же, вы же как бы, вот я не, честно, я вот, кстати, вот этого не совсем понимаю, когда боятся отметить пиар-рассылку, то есть блогеры, чтобы лишний раз не показать. Но это не реклама. Мне человек уделяет, мне бренд присылает, мне уделяют внимание. Но это же приятно. Почему? Мне кажется, да, когда есть такие коллаборации. Я в жизни ни одну рекламу не сделала брендом косметики. Но я со всеми работала, когда у меня не было бренда, я была визажистом, которому очень сильно доверяли. И я не могла с брендов брать деньги, потому что я не блогер, я визажист. Ну это не моя работа, но я очень уважаю блогеров, и я понимаю, что это их работа. И я с брендами просто по-дружески их всегда отмечала. Но мне было, как человеку, как визажисту, очень приятно. Мне казалось, это их уважение. Мне, то, что они мне делают пиар-рассылки. Вот, и я тоже говорю, это уважение, и я не могу не отметить. И даже вот перед новогодними праздниками, особенно, когда все присылают, и ты потом делаешь какой-то один день полностью распаковок, и тебе кто-то найдется в директе, напишет, ой, как много рекламы. И, ребята, это не реклама. Но мне прислали подарок. Как не отблагодарить людей и их не отметить? Это же, ну это свинство. Какая у тебя сейчас стратегия? Какие у тебя цели, планы? Стать популярнее. Ну, я не буду лукавить. Для меня это важно. Я стараюсь нести пользу в своем блоге. Ну ты только в бьюти сейчас, или все-таки еще куда-то входишь, там, в фуд, может быть, в стиль? В стиль, да, в стиль. У меня много сотрудничества, очень меня любят по одежде бренды, да. И самое интересное, что аудитория-то тоже это любит, когда я это выкладываю. Они постоянно, в чем бы я ни была одета, мне все время напишут и спросят. У меня нету какой-то глобальной цели. Например, у многих же есть косметику свою создать, еще что-то. У меня такой цели никогда не было. Ну, может быть, когда-нибудь она появится. Я вот завод строю. Это я видела, и я вообще... И я о том, что, возможно, дальнейшие коллаборации, может быть, какой-нибудь уход для тела делать, знаешь ли, крутой. Да, да, да. Наверное, я к чему-то приду, прям своему-своему. У меня муж очень часто, кстати, это сейчас подталкивает. Так. Потому что он у тебя молодец, бизнесмен, он четко понимает, что тебе нужна. Он у него жилка. Это я вообще... Я творческий человек. Вот мне включите камеру, я буду крутить. Я могу целый день это делать. Ты дома снимаешь? Да, я дома снимаю. Но он правильно, он бизнесмен, он понимает, что то, что сейчас у тебя есть, оно может и исчезнуть очень быстро. Конечно, конечно. Как ТикТок забрали у нас, как Инстаграм прикрыли. И это нужно монетизировать, пока это есть. Возможно, это будет всегда и только разрастаться, и слава Богу, и пусть так будет. Но жизнь такая, что-то непредсказуемая. Это нестабильная история совершенно. Совершенно. Конечно, я уже понимаю, что у меня есть какое-никакое имя в бьюти-сфере. То есть, да, меня узнают, я это понимаю, я это чувствую. Был даже такой период, когда какие-то недоброжелатели мне ботов нагнали. Ой, это так, мне тоже нагоняли. Я проснулась, у меня плюс 30 тысяч, что ли. 90 тысяч. Как ты эту славу приняла? Вообще, емкость человека, энергетическая, финансовая, известность, емкость, она такая нарабатывается и чаще всего годами. Вот представляешь, ты такой сидел, делала ламинирование, а тут бабах, у тебя в общей сложности сейчас 2 миллиона подписок. Тут аудитория. Но я не могу сказать, что я как-то это чувствую. Я вообще стараюсь даже об этом не думать и клянусь. Я очень боюсь где-то немножечко подхватить звездную болезнь. То есть я стараюсь об этом не думать и если я только где-то, ой, я круто, все я, нет, надо себя приземлять. Кто-то наоборот, а мне без пинка никак. То есть вот мне нужен пинок, чтобы я дальше двигалась. Поэтому я стараюсь не думать, ни о популярности, ни о чем. Когда меня где-то узнают, я стесняюсь. Я очень стесняюсь, но я всегда говорю, почему там не пишут, я вас там видела. Я говорю, почему вы не подошли? Я постеснялась. Я говорю, а я вообще, я когда вижу своих девочек, их обнимаю, то есть я очень открытая в этом плане, не закрытый человек. Я никогда никому не говорю, то есть какие, кто на меня подписан. У меня подписаны голливудские звезды. Я даже об этом не знала. Мне написали об этом девочки-подписчицы, говорят, это вы знаете. Но я не говорю об этом в соцсетях, потому что, ну, я не знаю, как-то я не люблю хвастаться. За что тебе очень стыдно, вот если вспоминать, все прожитые твои годы небольшие? Небольшие. И вот за что тебе вот прям, ну так, стыдно? Да я какая-то очень даже правильная всю жизнь росла, даже вот без всякого эдакого. Да? А за что гордишься? Даже не знаю, как правильно сказать. Я смогла из такого маленького городка банальная история, но это правда, чего-то добиться. И я горжусь тем, что я работаю. И я горжусь тем, что я могу помогать своей семье. Мне это все не в напряг, а все в кайф. То есть я от этого кайфую. Я вот с точки зрения психологии знаю точно одно правило. Где у женщины мурашки, там и деньги. То есть если у женщины от этой работы мурашки, там точно она заработает. Ей даже не нужно думать, но нужно найти дело, от которого мурашки. Да, да. Это сто процентов. Потому что, когда я наращивала ресницы, я просто понимала. Ну, да даже внешне можно. Хотя нет, всегда ко мне приходили люди, а я же всегда в маске работала. Всегда говорю, а почему ты ресницы наращиваешь? Ну, то есть, как будто тебе нужно куда-то туда, в люди. А я не получалось как-то. Ну, не было ситуации, чтобы я смогла с чем-то заняться. То есть, как-то не было вот этого вот пинка позадок. А ты себя комфортно чувствуешь? У тебя куда-то приглашают в светское мероприятие? Да. Комфортно? Тебе нравится? Я вообще вот, даже буквально недавно мы тоже с мужем обсуждали этот момент. Он говорит, вот тебе нравится? Вот, ну, я говорю, да, я это люблю, просто с бокалом стоять. Просто стоять. Ну, мне нравится. Говорит, а он вообще вот это, не такой человек. Ты одна, да? Он не ходит? Ну, да, он не любит эти все блогерские истории. И он говорит, как, почему? А мне так нравится. Я говорю, да, это моя жизнь роскошная. Очень многие ко мне подходили первые, говорили, ой, а я там знаю тебя. А я очень, говорю, я очень открыто, я очень общительная. И все, и мы сразу же. Честно признаться, сама я не подхожу. Вот я вот стесняюсь. Мне кажется, это в силу того, что я как-то боюсь, не то чтобы боюсь, нет, я не боюсь, но в детстве, в подростковом возрасте тоже, если я начинала с кем-то общаться, кто-то мог высокомерно как-то. Нет, высокомерные люди, это не мои люди вообще. То есть, ты можешь быть хоть кем, но общаться нужно соответствующе. А ты когда уезжаешь на туры блогерские, муж сильно ругается? Ну так, ладно, не ругается. Не ругается. Но последний тур, который у нас был, я говорю, меня позвали в пресс-тур. Она говорит, куда? Говорю, Дубай. Ты не поедешь. Потому что Дубай, у него почему-то сразу. Ну там же наоборот, все очень. Это очень мы знаем, но стереотип какой у нас уградут? Да. Ну то есть, нет, это была, конечно, шутка сразу, то есть такая, мы начали смеяться. Но он, конечно, очень рад. Нет, он вообще поддерживает в этом всем. Он, конечно, немного говорит любезностей, но он поддерживает очень сильно. Сколько ты сейчас зарабатываешь? Вот это я знала, что будет этот вопрос. Я терпеть не могу этот вопрос. Все знают, все знают, очень интересно, сколько блогер зарабатывает и на чем. Ну, конечно же, на рекламе, да? На проектах, на рекламе. Я много снимала для брендов, так же, то есть, это не публикуется нигде у меня в аккаунте. То есть, у них, да? Да, это просто ты снимаешь контент для брендов. А почему? Ну, ты же платишь налоги. Конечно. а что стыдно-то сказать? Я не люблю говорить о доходах. Да, то есть, это для меня такая... ты хорошо зарабатываешь? Да, я хорошо зарабатываю. И больше, чем была лошмейкер. Конечно. Ну, то есть, это безусловно. Безусловно, я больше зарабатываю, но я почему объясню свою позицию, почему я не люблю говорить про суммы, да, заработку, потому что, ну, это такое что-то личное. Я без проблем. Это личное, но зарабатываю я хорошо, но мне ничего не падает просто так. Вот, есть какие-то люди, у кого все легко, все просто, вот это не про меня. Через тернии к звездам. Только так, и никак иначе. Поэтому все, что я зарабатываю, мне деньги легко не даются. Я люблю зарабатывать очень сильно. Потому что ты козерог. да, когда ты родилась, какая? 2 января. Сразу прям. Все пьют, а ты гуляешь, день рождения. вообще просто. Ты знаешь, на самом деле, я 16-го. А, тоже козерог? Конечно. Два козерога. С нами водолеи еще спорят, что, типа... У меня мама водолей. Но со мной спорить не нужно. Нет, она знает, говорит, о, все. Но ты знаешь, почему нам было классно? Потому что Плутон был в козероге 20 лет, 15. А сейчас он входит в водолей. И что это означает? А это теперь им... Сейчас им переть будет. А мы-то на второй план уходим. Мы 10 лет были в Фаворе. Ну что я делаю 10 лет? Не знаю, но ты успела залететь. А, ну я успела залететь. Да, да. Ну ладно. Все, кто успела, будут это. А сейчас водолеем везет. Я с тобой просто отдыхаю. Правда? Мне так хорошо. Мне тоже. У тебя очень хорошая энергия. Просто потрясающе. Я просто козерог-козерога чувствую. Просто козероги. Две козерожки. Козерожки. Очень красивые. Вообще. Умереть, да? Вообще. Просто. О, Боже. Летом опять будут в наличии. Мы их продали за 3 часа. Да ладно? Мы даже не успели блогерскую рассылку сделать. Это очень красиво и это очень роскошно. В общем, знаешь это что? Спасибо. Там была такая ситуация, что завод присылает предпроизводственные образцы, чтобы я сказала, что окей. И они у меня в шкафу завалялись. И я их взяла и думала, ну если кто-то будет сильно просить. И вот это самое. Яна сильно запросила. И сильно восхитится. Да. Я подарю. А я просто сияшки, мне кажется, это по моему блогу это заметно. У меня есть ли... Все, на все деньги мы должны сиять. Спасибо большое. Ну их правда нет. Ну то есть мы правда не успели рассылку делать. Я сейчас еще подразню в телеграммах, выложу все. Где купить, где купить? А нету. Ждите. Иногда в золотом бывают такие вот выбросы. Но это очень красиво. Правда, удачная штучка получилась. Дорого, роскошно, деликатно. Видишь сейчас зеленым, а вообще вот там вот она фиолетовая. Прошло еще только половина выпуска, а вы наверняка уже создали себе прекрасный виш-лист. И все, что вы планируете приобрести в свою бьюти-косметичку, вы можете купить в приложении Золотого Яблока. Огромный ассортимент, удобный интерфейс и экспресс-доставка. Ну и, конечно же, я не оставлю вас без приятного бонуса от себя. Ловите мой промокод. Обратите внимание, что промокод действует на покупки от 5000 рублей. Есть бренды исключения. Обязательно воспользуйтесь и напишите мне в Телеграме, что купили. Я очень люблю рассматривать ваши покупки вместе с вами. Не забывайте, что не только бьюти продукты есть в Золотом Яблоке, товары для дома. Потрясающая эстетика у них, витамины и, конечно, продукты и товары для животных. Шарлотта большая там покупательница. Действительно крутое приложение и всегда у меня на телефоне. Желаю вам приятных онлайн-покупок. Не забывайте про мой промокод. Ну и большого вам вдохновения. Когда происходят какие-то съемки, ну я всегда себя везде собираю на всяких пресс-турах, понятное дело. Все визажисты ко мне подходят и я им клею ресницы. Я не знаю, почему не любят клеить визажисты ресницы. Ну так зачастую как-то я встречала может быть таких людей все говорят ой, так не люблю. Ну это какая-то такая монотонная работа. Так легко же. А ну потому что я-то знаю, как это делать. Скажи, что сделать сегодня, как ты думаешь, чтобы получить аудиторию? Есть какие-то... Много работать. Однозначно много работать, это банально, но... Как вот можно в ТикТоке, ой, там допустим в Инстаграме много работать? Рилс. Сейчас есть намного, кстати, больший вариант набрать аудиторию, чем раньше, потому что раньше мы только с помощью Таргета могли продвигаться, либо покупать рекламу у других блогеров. Сейчас есть инструмент Рилс, и он дает такой невероятный трафик. Ну вот у меня не заходит Рилс, ну вот человек скажет. Нужно прочувствовать, что именно важно твоей аудитории. То есть тут нужно уловить вот этот момент. Есть очень много же блогеров, у кого заходят перевоплощения до-после. Они же так это круто делают, там просто миллионы просмотров. У меня это не заходит. Да? У меня до-после не заходит, ну может быть два видео из всех там и зашло. Ну а что тебе до-после? Ты до-красивая, после-красивая. не в этом дело. Ну как-то это не мой формат, я не знаю. Я когда попробовала вот лайфхаки, у меня это пошло, людям это стало интересно. Ну опять же, очень интересно моей аудитории волосы. Поэтому, конечно, я на волосах тоже делаю всякие разные штучки. Сколько ты тратишь на свои волосы? Денег? Да, на уход. Вообще ничего. Да? Я ничего не делаю. Да, это природа и не крашу, ничего абсолютно. Я стригусь раз в полгода за 3000 рублей ведьма. Вот и все. Поэтому волосы, это все мама. Я, конечно, люблю подлиннее, а вот как вы любите? Я вообще всякое люблю. Да, 11, мне кажется, будет ок. Вообще профессионал. У нее даже руки по-другому стали. А когда ресницы, все, да, это легко, все. Что ты думаешь, вот если бы... Много работать надо, в общем, да. И делать интересный контент. Делать интересный контент. Или просто много его делать? Нет. Вот, кстати, про многое это совершенно неправильно. Потому что я не сторонница выкладывать по 5 видео в день. Потому что вы надоедаете. Какое бы видео ни было классное, нужно понимать, что из 5 будет одно супер, а другие, ну, так себе. И то, может быть, все 5 будут так себе. Да. И как бы люди начинают уставать, как бы они сильно тебя не любили. Они немного устают от тебя. Тоже нужно дозированно это все преподносить, чтобы ты была полезна и интересна. Конечно, люди любят пользу. Это немаловажный момент такой. Откуда ты ищешь пользу? Вот где ты ее находишь? Да просто все, что я умею делать, то и показываю. То есть я показываю по сути то, что я применяю в своей жизни. Я таким образом укладываю челку, я это показала. Я понимаю, что это интересно в моей аудитории будет. Но опять же, все мы разные. И очень важный момент, чтобы я ни в коем случае не советовала другим, не нужно копировать никого. Это очень большая ошибка очень многих. Потому что был какой-то период, когда все под копирку снимали до-после. Но нет, есть один человек, который это делает вау. Все остальные должны отдать. Можно что-то делать, но делать это под себя, можно вдохновляться. Самое главное взять хороший клей, хорошие ресницы. Но маловажный фактор. Мы наносим клей на ручку. Я всегда на ручку, кстати, наношу клей. Пучок немного промакиваю и всегда я дую на пучок, чтобы клей был таким более подвижным, мягким. Глазки опускаем вниз просто. В данном случае я хочу сделать такой рваный эффект. Главное не закрывать, а именно просто вниз смотреть. Да, да, да. Нет, если мы клеим сами себе, я вообще смотрю прямо просто в камеру и, соответственно, начинаю клеить. Рубрику «Откровенный макияж» смотрят не только, кстати, визажисты. Да, и у меня очень большая аудитория просто девчонки, которые вдохновляются и смотрят всякие жизненные пути коллег там или просто девочек успешных. На тебя однозначно еще твоя аудитория придет смотреть. Ну да, мои девочки придут. Ты разные, да, длинные клеишь? Да, я разные, потому что, ну, вообще, конечно, если мы сейчас наклеим все одной длиной, то это будет весело и очень комично выглядеть. Ну, опять же, все зависит от строения глаз. Себе, например, я прям люблю чуть подлиннее, даже у меня сейчас пучочки, да, я люблю чуть подлиннее сюда вытягивать, но вам я хочу на внешний уголок чуть-чуть покороче длину сделать, чтобы... Не падала века. Да, да. Ну, назовем своими, да. Аккуратно, в общем, мы должны все сделать. Нет планов переехать в другую страну? Нет. Единственное, мне очень хочется жить там, где солнечно всегда и тепло, мне очень хватает. Ты часто в Дубае бываешь? Нет, я один раз была в Престуре, да. Я вообще не часто... Ну, наснимала там столько контента, что как будто ты там месяца три жила. Это все было за четыре дня, мы практически не спали, это вообще было самое веселое путешествие в моей жизни. Меня все время просят, Яна, ну, сделай уже какой-то курс, а я ничего, ни разу... А как ты думаешь, какой курс ты можешь сделать? Я бы по волосам сделала, да, конечно. Я знаю, что это было бы интересно. А может быть, ты уже и сделаешь его? А если нет, то мы попросим. Честно, много проектов, которые я делаю, которые я снимаю, а для того, чтобы заняться вот этим проектом, это нужно прям выделить и уделить только этому времени. Всему свое время. А что еще делаешь? Вчера какой у тебя день был распоряжен? Я практически всегда снимаю. Я не знаю, кажется, наверное, что эти ролики 15-секундные, это просто... Нет, это целый день и монтаж целый день. Помимо всего этого, я отвечаю по всем вопросам рабочим. Чтобы выпустить один ролик, сколько часов ты тратишь в среднем? Ну, смотря какой. Если это какая-то собирашка, то есть это начинается с мытья волос, заканчивается укладкой, макияжем, образом, то это может с 12 дня до 11 вечера. Это просто... Это все снимают? То есть ты не специально... Ты не просто куда-то собираешься реально? Это прям... Нет, иногда такое бывает, что я просто собираюсь, но это когда на телефон. А на камеру нет, невозможно. Нужно кучу всего сделать того, чтобы картинка была приятная глазу. А YouTube не снимаешь влоги? Вот нет, кстати. Я вот из тех блогеров, которые не умеют делиться своей жизнью. Ты не делишься. Да, вот я не подсвечиваю свою личную жизнь, я не показываю ничего из этого совершенно. Да, я даже не понимала, есть ли у тебя муж, ну то есть я за тобой следую. Да, у меня многие, когда где-то я просто это... Говорю, ну как вы замужем? Да, то есть я это не умею. А как вы с ним познакомились? Ой. Мы познакомились с ним на день рождения у общего друга, и мы не взлюбили друг друга. Реально? Ну потому что я звезда. Ну в смысле, я звезда в своем понимании ни в каком-то там не дай бог короны на голове нет, а я в том плане, что я привыкла к мужскому вниманию. Ну да. А здесь мне сказали, что милая моя, ты совершенно обычная девочка. Тем самым он меня очень зацелил. Но у него была тактика. То есть он специально? Да, он специально, потому что он мне, как бы я сразу проявил, ну то есть я поняла, что мне понравилось, и все. Гордишься? Конечно. На самом деле, это большое счастье найти человека, не просто мужа, то есть он для меня и друг. Я, ну я все ему рассказываю. Я так поняла, вы 4 года просто встречались, да? Мы встречались 2 года, он мне сделал предложение, которое я выпросила. Ну не то, чтобы выпросила, я изначально, я очень такая, козерог. Козерог. Я пришла, и сразу. У меня была 3 раза брака, и 3 раза я сама делала предложение. Ага, да ладно? Поправочка, это первый человек, с ним я встречаюсь. Мой муж. Не было. Молодого человека не было? Да, не было никогда. То есть никаких отношений? Нет, никаких отношений, я вертихвостка была жуткая, то есть я всем нравилась, я со всеми ходила на свидания, но ничего абсолютно, вот, я считала, что я дождусь того сам. И я сразу мне сказала, если через 2 года не будет предложения, все, день, до свидания. То есть ты с ним познакомилась, он тебе понравился, и ты ему такая говоришь. Да, я сразу сказала, так, какие у тебя планы на меня. Очень, очень все, очень все без всякого вот этого. И он мне сразу сказал, что да, ну как бы намерение серьезное. Я говорю, через 2 года не будет предложения, все. И самый прикол, мы уже жили вместе, то есть 2 года проходит, предложения нету, то есть у нас годовщина. И я как бы начинаю так немножко переживать. Тяжело было ему скрыть, то, что он купил кольцо, потому что мы жили в одной квартире вместе, но, соответственно, я перерыла всю квартиру в поисках кольца. Ты понимала, что он на 2 года сделал? Да, я перерыла все, я не могла найти. Но ты ему как-то намекала, что я как бы жду? Конечно, я не намекала, я говорила. У меня день рождения там в январе, он мне на день рождения хотел сделать предложение, а не на эти 2 года там в ноябре. А я все ждала, я вообще перерыла всю ту квартиру. Оказывается, все было просто, оно было в машине. Да, кольцо было в машине. Но если бы ты нашла кольцо, что бы было? Ты бы испортила себе сюрприз? Да, да я тоже его себе испортила, я ему так вынесла мозг, что он просто психанул, ушел. Я расплакалась, он приходит, говорит, выходи за меня завтра. То есть он тебе раньше, получился, на 2 месяца подарил это кольцо? Да, я такая, я говорю, все, закрывай, типа сделаешь потом. Он говорит, ну что, Яна, в этом все Яна, я не умею терпеть, мне очень важно, то есть, ну мне важно было, да, я очень хотела. А ты там маникюр-то сделала к этому времени, как обычно девушки-то знают, что им кольцо подарили? Да ничего не было вообще. ну ты же не блогерша была, да? Да, ну я везде ходила, вот так, показывала, да, 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 ну мне муж тоже такой, он знал, что мне нужно красивое очень колечко. Красивая свадьба была? Да, вот что-что свадьба у нас была шикарная, потому что это все делалось для меня. У меня мама не вышла замуж, и как будто для меня это было важно, чтобы я вот была в этом свадебном флатье. И поэтому муж у меня терпеть не может публику, и вообще в принципе все это вместе взятое. Для него это было очень такой все, 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 прям стресс. А для меня счастье. Я везде ходила, я тогда понимала, что... Я еще не была блогером, вообще даже, я даже думать не думала о том, что когда-нибудь, да, мне кажется, в то время даже не так это было развито, это был 17-й год, но я тогда уже везде на камерах была, снимая с меня фотографии, а муж только вот, пожалуйста, я, а мне нужно было это все. И сейчас я ему говорю, что я хочу повторить. И он говорит, что с ума сошла? Я говорю, ничего не знаю, мы должны повторить с тобой свадьбу. Ну может быть венчание? Да, да, мы думаем, скорее всего, что так и будет. Я уже, ну когда детки будут, я думаю, что... Вы планируете? Ну конечно планируем, но я в этом вопросе очень такая, как Бог даст. Мне очень важно было работать много, мне очень важно чего-то достичь. Я никогда не хотела зависеть ни от кого, мне это очень важно. Ну вот, достигла. Ну, нет предела своей женства. У меня, конечно, есть более такие глобальные, глобальные, но это мечта. Какие? Ну, о мечтах не принято говорить и разглашать. Ну, конечно бы я хотела чего-нибудь супермасштабного, то есть стать лицом чего-то прям очень глобально масштабного. У тебя есть и шанс, ты очень красивая. Спасибо большое. Тебе мама гордится? Да, я, конечно. Она подписчица твоя? Это вообще самый главный фанат, потому что она каждую сториз, она высылает на каждую сториз все реакции. есть сториз, и там же реакции сердечко, огонечек, так она на каждую сториз пришлет сердечко, смайлик с сердечком, огонечек, на каждую, там 500 сториз, и вот это вот, она будет каждый день, каждый день. Молодец. это самая главная моя поддержка. Какое у тебя образование базовое? Экономическое, у меня высшее экономическое образование, но я заочно училась с первого курса, потому что я хотела работать, да, я хотела зарабатывать, мы скромно жили, и поэтому мне очень было важно свои деньги, я всегда хотела хорошо одеваться. Кстати, вот по поводу хорошей косметики, вот удивительно, но у меня никогда не было тяги, и по сей день нету у меня тяги к роскошной какой-то хорошей косметики, супердорогой. У тебя есть шик, это прекрасная косметика. Нет, безусловно, я про то говорю, что... Я поняла, о чем ты говоришь, ну там наши кремы за 80 тысяч. Да, то есть, нет, я не говорю этим, но вот вещи, то есть, я люблю, я люблю, да, но мне кажется, это может... Все ли? Ну, я понимаю, что есть что-то в разумных понятиях, а есть что-то вообще не в разумных понятиях, но я люблю, то есть, вот колечки, ну, нравится мне это все. Я вот думаю, что мы сделаем, я очень люблю Флоренс вот этот, правильно? Да. Ты любишь Генуя, да, вот этот карандаш? Вообще обожаю. Я его на самом деле сделала для глаз, он очень красивый. но он идеальный для Бога. Он идеальный для Бога. И я снимала видео, когда, еще у нас был жив ТикТок, я снимала видео именно с этим, вы прислали в первой ссылке, и я его наносила, но залетела на несколько миллионов именно с этим карандашом, и все спрашивали, что это за карандаш, что это за карандаш. Он обалденный, он просто обалденный. Я хочу по контуру сделать немного им, добавить потом любимый Флоренс. Я его, чтобы создать, намешивала несколько карандашей разных, туда добавляла какой-то коричневый консилер, тени туда добавляла, отправляла эту шайбочку на завод, и мне сделали. Боже, я даже не представляю какой-то титанический труд создавать вот каждый... Так и не было вот этого карандаша, что не визажист создал такой красивый образ. Я надеюсь, что всем понравится. Ну, это на самом деле все довольно-таки легко и просто, да, я ничего тут за урядного не делала, каких-то стрелок графичных. Вот так вот уметь, так каждой девочке, это же очень круто. Кстати, я Яну заранее попросила, она подготовила для вас традиционный бокс с косметикой, бренд, свои любимые продукты, 10 самых любимых продуктов Яны за комментарии, которые вы оставите ниже. Она обязательно все прочтет, прочтешь? Конечно. И выберет победителя. Под этим видео в инфобоксе все описание и правила, переходите, читайте, и, конечно же, пишите для Яны самые приятные комментарии. Для нас, для нас. И спасибо, что смотрите эту рубрику, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. У тебя очень много комментариев, лайков. Говорю, очень хорошая аудитория в том плане, что они не токсичны совершенно, все очень добрые. У меня контингент людей более таких осознанных, взрослых женщин. У меня в основном женская, мне кажется, 4% мужчин. Да? А у меня 15. Я не знаю, кто вы, ребята. Ну и, конечно, когда я раз по разу что-то говорю муж, у меня как-то все так сразу все, можно отсюда уходить. Можно отписаться. Можно отписаться, да. Недавно я выкладывала эту сторис, мы все смеялись, когда впервые за 2 года мне в директ прислали то самое. Как у меня Катя сказала, дикпики? Вот, кстати, я когда это начала говорить в сторис, я говорю, всем присылали, а мне ни разу не присылали, я думала, что я какая-то не такая, что я какая-то непривлекательная, что-то со мной не то. Говорят, что если тебе прислали, то ты, типа, удалась, как блогер. Когда мне прислали, я же такая с мужем сижу, муж рядом, я просто захожу в директ, а там же скрытые картинки, ты на них нажимаешь, и он во весь экран. и я просто, и у меня лицо мужет, я говорю, мне прислали, я говорю, я все говорю, это, я говорю, если, а он смеется, я говорю, если прислали, это все, это ты добился. Да. Мне недавно в Телеграм просто спамили имя. Да, такое бы же есть. Ну, мы уже с тобой практически заканчиваем, но я тебя не могу не спросить, вот топ-3 совета, как снимать рилсы. Первое. Протереть камеру. Да, это начинается, кстати, у всех в курсах, протереть камеру. Нет, первый, наверное, главный такой совет, если вы девушка, ну, даже не важно, даже если вы парень, у нас многие смотрят, и сейчас все абсолютно могут стать блогерами и снимать крутые ролики. Внешность, это имеет очень важный момент, и тут речь... А если я некрасивая? Речь совершенно не про красоту. Есть миллионы блогеров, которые не обладают супер какими-то нереально выдающимися внешними данными, но у них своя изюминка, это самое главное харизма, это самое главное. Ты можешь быть конфеткой, но если у тебя нет харизмы, вот это какой-то энергии, энергии, да, то ты не будешь, не будет миллионных просмотров и так далее. Но я хочу начать с внешности, потому что очень важно войти в кадр красивой, и мы еще, опять же, не про какие-то внешние данные. Чистая голова, ухоженный вид, то есть если ты ухожена... Хорошая одежда, чистые волосы, Безусловно, чистые волосы. Ну, ногти, конечно, имеют роль, но тут тоже мы не можем подстроиться, если у тебя там маникюр через неделю, а ты сейчас в кадре, я же не могу каждый день делать маникюр. И мне просто, не то, что не могу, мне лень, вот честно, не люблю эти все моменты, вот сидеть. Очень важно опрятный, чистый вид. Второй момент. Вдохновляйтесь, смотрите на каких-то популярных блогеров. Сейчас очень много трендов, и мы эти тренды повторяем. Кто-то создал, подхватил, начинается повторять. Тренды на то и даны, чтобы их повторять. Но ты вот ранее говорила о том, что не нужно повторять это... Не нужно копировать. А, копировать. Не нужно копировать. Тренды повторять. Да, тренды можно повторять. Ну, вот сейчас залетел какой-то тренд. А как ты их видишь, эти тренды? Просто скроллишь ленту, да? Да, мы просто ленту листаем, смотрим. То есть, если вы видите, какая-то популярная музыка, какой-то популярный трек, который повторяется сейчас и периодичностью, это популярно. Есть какие-то фишки, которые, да, какие-то переходы модные. Помню, вот был какой-то период, я снимала, кстати, у меня залетело, вот это до-после, когда что-то я там пела, потом ручку забрала, и, кстати, там был факт показан, и вот это многие написали, что такая красивая девочка, и показала факт. Тренд был такой. Извините. Да, извините, это не я придумала, это был тренд, и я его повторила. Вот. Тренды стоит повторять, но их можно адаптировать под себя. То есть, не обязательно делать один в один, как сделает какой-то популярный блогер. Вот ты увидела тренд, сколько тебе нужно, чтобы его снять? У тебя этот момент быстро проходит? Нет, кстати. Вот мы сегодня с ребятами разговаривали, они говорят, у меня запаздывают стори на три дня, вот у меня, если есть стори, то они вот сегодня и выходят, а у тебя как? Нет, кстати, у меня тоже не сегодня выходят. Я иногда могу снимать какие-то, ну сегодня я, когда к вам приехала, собирашку, я сразу и выложила. Понятное дело, потому что я ехала на съемку, все, но бывают какие-то такие моменты, что я могу снять заранее, потому что я, те же сторис, чтобы было лучше качества, я их пытаюсь более обработать резкость, настройки, приложений, чтобы картинка была приятнее глазу. А ты на телефоне это делаешь? Да, на телефоне, все программы в телефоне. Да, и поэтому, кстати, очень часто мне пишут в комментариях, что у вас хорошее качество, даже в сторис, что вы делаете? Я не снимаю сразу, не выкладываю, то есть я могу снять, потом я начинаю, я не меняю внешность, понятно, фильтры и все остальное, я просто подкрашиваю картинку, резкость, яркость и все остальное. Я это делаю в Капкад, Вен, вот, то есть просто я изменяю, а это можно даже делать в настройках телефона. Ну, значит, первое, это у нас опрятный чистый вид. Второй момент, чтобы была сочная, красивая картинка, конечно, очень важно правильно выстроить свет, очень важно. Перед окошком можно снять сторис, если солнечный свет красивый, то есть, если позволяет погода, но, к сожалению, в нашем городе она не позволяет. Вот, поэтому приходится правильно выстраивать свет. И одна и та же картинка может выглядеть совершенно по-разному, если просто темнота, и вторая картинка, если у нас красиво выстроен свет, лицо, тени, все это правильно играет в кадре. У меня очень много света, это профессиональное оборудование, заказывала все. А где ты этому научилась? Покупала обучение у других девочек, кто силен в этом. Всегда нужно понимать, вот есть люди, кто сильны в косметике, которые могут посоветовать, в волосах, есть кто в камерах. Вот я покупала курс у девочки, которая по камерам, она мне посоветовала, что лучше взять. Поэтому очень важно хорошо и грамотно выстроить свет. Можно снимать на телефон, не обязательно камеру. Кстати, сейчас даже, вот если посмотреть, все зарубежные инфлюенсеры, они снимают на телефон. Потому что аудитория очень любит, когда, как будто телефон, это ты ближе к своей аудитории. То есть ты такая, как мы, ты такая своя. А когда это уже супер профессионально, ты уже какая-то неземная. Но картинка все равно лучше. Ну, картинка безусловно. Мы можем это и на телефоны вот это снять, потому что у нас не главное там детали макияжа. Все-таки камера объемная. Людям приятнее, да. То есть даже недавно я спросила, говорю, а вам, вот как вот вам нравится телефон или камера? И говорит, камера, камера, конечно камера. Потому что все равно приятнее глаз. Конечно, ты стараешься это делать для своей аудитории. И третье. Очень важно прочувствовать, что важно именно вашей аудитории. Потому что если вы будете снимать то, что, например, я снимаю, ну, условно, да. Для своей аудитории это может. У вас это может не залететь. Если вы... Так у тебя не было аудитории. Ну вот смотри, ты же начала просто снимать, ты же не анализировала аудиторию. Может быть, ни у кого нет аудитории. Понимаете, тут у меня было немножечко не то, чтобы проще. Я начинала с тиктока. И я понимала, что я могу показать, я могу показать то, что связано с красотой. Я несу это. До блогерства, до всего этого всегда все знакомые, все подружки мне не знают. «О, что ты запомадываешь? Что это? А как ты так волосы уложила? А что, сама уложила? Это не в салоне? Еще что-то?» То есть я понимала, что я действительно это делаю круто. И у тебя этот запрос есть, да? Да. То есть это просто был повседневной жизнью, еще до блогерства, этот запрос. Поэтому я понимала, что это мое, и я могу этим поделиться. То есть надо делать то, что у вас и запрашивают в обычной жизни? Конечно, да. То есть не нужно изобретать ничего. Нужно найти свою сильную сторону и ее демонстрировать. И это может быть любая сфера деятельности. Мы не говорим только про макияж. Это и маркетинг, можно преподносить. Очень много сейчас страниц в Инстаграме с украшениями, насколько они интересно преподносят. То есть можно просто выложить фотографию с украшениями, а можно сделать крутой рилз. Не просто снять под правильным углом, а как-то это обыграть в юмористической форме. И эти видео залетают. Эти видео залетают, и они видят отметку. И есть интерес купить, есть интерес перейти на эту страницу бренда. Сейчас очень-очень у всех есть большая возможность развиваться благодаря этим алгоритмам. Ян, я так рада, что я тебя пригласила, потому что для наших подписчиков, которые любят бьюти, которые вот бьюти-голики, многие очень хотят выйти с этой темой в социальные сети, но как бы немножко стесняются, потому что не имеют опыт визажа за спиной. Они себя чувствуют немножко самозванцами, наверное, в этой профессии. А ты вот сейчас всем показала, что не надо бояться, не надо страшиться. Вы никому дорогу не перебегаете. Можно не быть визажистом, но вещать о бьюти. Конечно. Это в наше время, сейчас, да, абсолютно, да, на сто процентов. Главное любить то, что ты делаешь. Это самое главное. Кайфовать от процесса. Вот я очень же переживала, да, когда сегодня к вам ехала, потому что в последний раз человека, я красила, это было в 14 лет, свою сестру на дискотеку где-то там. Вы посмотрите, как красиво получилось. У меня же не просто вы известный визажист, вы человек, который создаете косметику, который понимает в этом все. И, конечно, это для меня большая ответственность, да, была, чтобы не запортачить. Потому что мне очень нравится то, что я делаю. Но это очень круто. Вот это такой пример классный. Вот у меня был этот период жизни с ресницами, да, когда я, мне казалось, что я потерялась в жизни. Это правда, это страшно. Это очень страшно, когда ты не понимаешь, что тебе дальше делать. Ты не понимаешь, как развиваться. Ты не понимаешь, чем, ну вот ходить на работу, да, зарабатывать. Но это же, а чем жить? Если у вас в жизни такой период, берите себя в руки и просто вот такое вот напутствие. Подумайте, чем вы хотите заниматься, что вы можете дать себе в первую очередь, чтобы кайфовать от этого. И идите в этом направлении и не бойтесь, потому что, если вы будете этим жить, это обязательно получится. Если в приоритете, я всегда говорю, если в приоритете не заработок, а просто желание это делать, вы и зарабатывать будете больше. Но при этом я хотела бы сказать, что многие думают, что профессия блоггинг, это так легко вышла, покривлялась, это титанический тоже труд. Да, это немного обижает, тоже готовит. это тоже даже немного обижает, когда тебе пишут, ой, что там она за эти 10 секунд в ролике покривлялась, накрасилась и все. 10 секунд могут быть сутками работать. Это сутки, плюс сутки, еще монтаж и все остальное. И это тоже работа. Безусловно, нельзя сравнивать, я никогда не буду досравнивать с врачами, учителями, это совершенно разные вещи. Но это тоже работа, это нужно принять. Если раньше, даже раньше я немного стеснялась говорить, я блогер, ну как-то это было, знаете, как клеймо какое-то. Ой, ну что блогер? А сейчас я могу с гордостью сказать, это профессия, но блогер блогеру рознь. Тоже немаловажный факт. Ну поэтому ты за год и выросла на 2 миллиона. Есть те, кто просто любит показывать, как он кушает и все остальное. В данном случае, может быть, я кого-то обижу, но я считаю, что все же, когда ты не несешь, мне важно нести пользу, да, это тогда работа. Если ты учишь людей, если ты помогаешь, если ты помогаешь становиться им лучше. Вот ведь очень много девочек, из моей аудитории, очень много моих подписчиц, за время, что они со мной научились краситься, научились. Притом, что я не визажист, вот опять же, я не визажист, но я просто показываю то, что я умею, то, что я использую на себе. Как укладывать волосы, еще чего-то. Они вместе со мной развиваются и растут, это круто. Ну все, как вам образ? Пишите, пожалуйста, мне очень нравится. У меня сегодня встречи, я так рада, что последний образ такой легкий, прекрасный. Это мой ежедневный макияж, я красивая, и я сейчас пойду ужинать, за что тебе очень благодарна. спасибо большое за приглашение, правда, мне кажется... Боже, какая ты красивая. Ну... Я просто не могу. Спасибо большое, правда, мне очень приятно, и я надеюсь, что получилось все очень достойно. Очень красиво, да. И нас не захейтят. Я старалась, как могла, правда. Для меня, я говорю, последний раз я красила человека, когда мне было 14 лет. После этого, может быть, даже мне захочется... кого-нибудь макратишь. Может быть, мне и захочется еще кого-нибудь накрасить, потому что, если уж я Наталью Шик накрасила... Слышишь, какой у тебя опыт. Да, то как бы уже ничего не страшно. Очень надеюсь, что все всем понравилось. У-ху, мы закончили. Спасибо огромное. Спасибо вам. Очень круто прошло. Очень круто. Спасибо.